SpaceX объявила о старте гражданской миссии в космос. На улицах Сингапура роботы начали следить за общественным порядком. Mercedes показала действующую систему управления автомобилем силой мысли. Японские инженеры представили новые возможности человекоподобного робота. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, подписывайтесь на канал, досматривайте это видео до конца, ну а мы начинаем. Компания SpaceX официально сообщила о том, что первая полностью гражданская миссия под названием Inspiration 4 готова к старту, который запланирован на 15 сентября. В рамках этой миссии четверо туристов отправятся в космический полет. Запуск будет осуществлен из космического центра имени Кеннеди. Экипаж из четырех человек отправится на корабле Crew Dragon в трехдневное путешествие вокруг Земли, после чего он приземлится в Атлантическом океане. Миллиардер Джаред Исакман основатель Shift 4 Payments является командиром экипажа. К нему присоединились Хейли Арсену, Сиан Проктор и Крис Симброски. Арсену, пережившая рак кости в детстве, была выбрана в качестве представителя благотворительной организации, а Проктор и Симброски были отобраны в рамках глобального конкурса. И корабль Crew Dragon и ракета Falcon 9 уже были в космосе ранее. Они были одобрены для запуска после того, как команда тщательно изучила каждую из систем корабля, а также данные системы наземной поддержки со стартовой площадки. Ни один член миссии не является профессиональным астронавтом. Они должны прибыть на стартовую площадку 9 сентября, чтобы пройти последние подготовительные этапы к полету. Резервный день запуска назначен на 16 сентября. Хочу добавить к этой новости еще одну интересную информацию. SpaceX оснастит космический корабль Crew Dragon огромным стеклянным куполом. Купол SpaceX для космического корабля Crew Dragon был впервые представлен в марте, когда был объявлен состав экипажа миссии. Тогда Илон Маск рекламировал панорамный обзор космоса из купола как что-то действительно фантастическое. У Crew Dragon есть и другие окна, через которые члены экипажа смогут любоваться видами космоса, но они гораздо меньше по размеру и расположены по бокам корабля. Купол заменит стыковочный порт в носовой части космического корабля, в котором нет необходимости, ведь Crew Dragon миссии Inspiration 4 не будет стыковаться с МКС. Для тех, кому ручное управление, текстовые и даже голосовые команды кажутся технологиями прошлого, команда Mercedes приготовила альтернативное решение. На выставке IAA Mobility 2021, проходящей в Мюнхене с 7 по 12 сентября, бренд продемонстрирует систему, позволяющую управлять функциями автомобиля силой мысли. Немецкая компания интегрировала интерфейс Mosk Computer в концепт-кар Mercedes-Benz Vision AVTR. Посетители смогут протестировать технологию управления бортовым компьютером автомобиля силой мысли. Впервые модель Vision AVTR была представлена на выставке CES в 2020 году. Тогда Mercedes показала возможность идентификации водителей по их сердцебиению и паттернам дыхания. Мысленное управление является очередным интегрированным решением. Технология требует ношения гарнитуры с неинвазивным интерфейсом, оснащенной электродами, прикрепляемыми к затылку. Интерфейс считывает мозговую активность, которая переводится в команды. По данным Mercedes, после короткого процесса калибровки, занимающего около минуты, каждый сможет выполнять определенные действия в машине, не прикасаясь к кнопкам или другим элементам управления. Пользователи должны фокусировать внимание на конкретных световых точках цифровой панели. А система с помощью интерфейса определяет, на какой из них оно фокусируется. По данным Mercedes, устройство измеряет нейронную активность в коре головного мозга в режиме реального времени. Анализ данных позволяет определить, на каких точках пользователь фокусирует внимание. Чем сильнее мысленная концентрация, тем выше нейронная активность. В результате система активирует привязанную к конкретной точке функцию. Сингапур начал тестировать роботов для патрулирования общественных мест, чтобы предотвращать правонарушения и пресекать неподобающее поведение. Это еще одна инициатива по расширению и без того мощного портфеля инструментов наблюдения за общественным порядком. Сингапур, признанная одной из самых безопасных стран в мире, испытывает двух автономных роботов для выявления неподобающего социального поведения, включая пренебрежение мерами по противодействию распространению коронавируса, а также курение в запрещенных местах, нарушение правил парковки и тому подобное. Сообщается, что два патрульных робота под названием Xaver оснащены камерами, которые могут обнаруживать нежелательное поведение и оповещать правоохранительные органы в режиме реального времени. Роботы испытываются в районе с интенсивным пешеходным движением в центре Сингапура. Власти заявляют, что роботы призваны обучить общественность правилам поведения. Полученные ими данные не будут использоваться правоохранительными органами во время судебных разбирательств. Японские инженеры из компании Vstone научили небольшого человекоподобного робота забираться вверх по лестнице и спускаться, хватаясь за металлический поручень. Разработчики представили навык на соревнованиях RoboOne. Главным преимуществом человекоподобных роботов перед колесными считается высокая проходимость, и большинство разработок в этой области направлено именно на решение задач, связанных с ходьбой. Vstone, которая специализируется на небольших человекоподобных роботах, показала новые навыки робота RoboVZ. У него есть многосегментные руки и ноги, причем в отличие от многих аналогов, на конце рук есть захваты, которые разработчики и задействовали в этой демонстрации. Они поставили перед роботом задачу забраться почти по вертикальной лестнице, а затем спуститься обратно на тот же уровень по металлическому поручню. Шведский стартап Cake добавил к своему ассортименту еще один электрический двухколесник. Городской мопед Maka для комфортабельной перевозки грузов. Он доступен в нескольких конфигурациях, можно дооснастить конструкцию подвесами для корзины или ящика, либо установить дополнительное сидение для пассажиров. Maka стал третьим продуктом стартапа после кроссового электровелосипеда Calc и электробайка для езды по бездорожью Ossa. По сравнению с прошлыми моделями у новинки стало меньше вариантов конфигураций, зато упростилась эксплуатация. На выступающем из-под сидельной трубы багажнике можно закрепить дополнительное сидение или корзину, доску для серфинга или скейт. Прочный алюминиевый контейнер предназначен для более аккуратного хранения ценных предметов, а в пару кофров влезет походное снаряжение или деловой костюм. Универсальный переходник служит для крепления прицепа. Мопед продается в двух вариантах – Maka Flex с максимальной скоростью 45 км в час и Maka Range со скоростью 25 км в час. Съемная литий-ионная батарея, расположенная между ногами, обеспечивает 50-километровый запас хода для Flex и 60-километровый для Range. Из-за большей мощности силовой установки Flex требует водительских прав, по крайней мере, в Евросоюзе. На этом у меня все новости, друзья. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте жать колокольчик. Обязательно подписывайтесь на все наши полезные ресурсы по ссылкам в описании. И оставляйте свои комментарии внизу под видео. Ну а с вами был, как всегда, Андрей. Я желаю вам отличного настроения. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok